Вообще, как так получилось, что приют получился, виноградный? Так получилось? Его же не было. Не было. Это вот там в апреле, а я пришла в июле к ним, когда у меня собачка умерла, я искала кому что помочь. Ну раз своя умерла, нашла Зоя Геленджи. У них вот эти два вольера всего было. И в них сидело семь собак. А потом начали подкидывать. И вот первые щенки Дорада и ее четыре сестры. А куда их девать? А как подкидывать? То есть люди привозят? Просто выкидывают в поле и все. Вот это же не было загорожено, этого ничего не было. Поле же было просто. Выкинули. Они пришли к конюшням. А конюшня же рядом с нами. Тут к собакам пришли. Мы как раз там были, они в пятером пришли, ребятишки. Ну и все. Я их по хапку сгребла. И вот в этот дом занесла. Там помойка целая была. Все разгребала потихоньку им. Ну а потом следующая. Вот моя белка с двумя сестрами. Следующие подкидыши. А потом уже Зоя делюсь, что пристал привозить собак. И вот так вот все и получились. Самозаплата. Мы приехали в приют для собак, который находится в селе Виноградо. Вольер, он самый-самый первый. И там сначала содержали все собаки. А потом им отвоевали более теплое здание. Разгрузили. Ну вот сейчас мы с вами увидим самый-самый первый вольер. Вот самый первый вольер. Девочки их уже кормят. Вот с зеленым Леной. Она тут самая главная. Самая активная. Она за всех отвечает. Итак, кто? Сейчас мы зайдем вольер. Это самый новый хвостик. Его зовут Бумер. У него очень такая тяжелая история. Но мы потом расскажем попозже. И он сейчас сидит тут на карантине. Последняя, 28-я собака. И пока все собаки живут на карантине. Вот как раз из-за этого нового бумера. Который неизвестно еще чем болеет. Но у него точно нашли вирусный гепатит. И сейчас он проходит курс лечения. Пока 28-я собака приют. А эти собаки, они живут тут уже долго. Это Бельчик. Вот там в будке. Вот. Это Бельчик. Это Бельчик. Это Бельчик. Они несколько Бельчик и люди боятся. Тише. Вот. Собакам положили еду. Они едят. И гуляют. Пока на карантине. Это основное здание приюта. Вот волонтёры, они его расчистили, это какое-то старое вообще заброшенное здание на задворках села Виноградного, и сейчас там живут все собаки. Вот, 28, 23, 25 получается. Это тихо, это очень свободолюбивый пёс, его подобрали на улицу, он бегал и кусался, и сейчас он бегает из этого здания постоянно, и поэтому построили ему бутылку и посадили его в бутылку. Сейчас вот мы пойдем в приют, и вы услышите, как встречаются собаки, тех, кто к ним приезжает. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы посмотрим, что у нас есть дальше. А дальше у нас ещё вобьеры и ещё собаки. Вот это малыши-карангусы. Они очень-очень хотят гулять и бегать. У нас на Виноградном проживает 28 собак. Все собачки красивые, хорошие, упитанные, обработанные, очень добрые. Как охранник, охранников у нас нет. Все собаки для души. Вот посмотрите, какие красавицы. Кушат они у нас очень хорошо, питаются кашками, сухой корм и водичка. Бывает, даем косточки сахарные. Привозим творожок, кефирчик. А как вообще, кто ухаживает за ними? Волонтёры. У нас группа небольшая волонтёра. Так что просим присоединяться. Хочется, чтобы помогали. Приезжали, гуляли с собаками и ухаживали за ними. Они не кусаются у вас? У нас все собаки очень воспитанные. Никто не кусается. Все очень послушные и весёлые. Вот посмотрите. у нас получ tenants. Ухаживай один из бир위� Nestов. На вторециальный полотенц... Он у 멋ал exists. 引чем для нас. У нас на второго цифра. Онوق Ryan! У нас для этого. У нас для этого. Ониuru。 Экск. Парк, вы что хотите? что вы можете пойти? Продолжение следует... Следующие собаки едят. Собаки в первой половине дня получают кашу, а потом им насыпают сухой корм. Вот тут целое огромное ведро сухого корма, которого им хватает в лучшем случае на 2 дня. Это вообще у них всегда, да, это самое... Блэк, Блэкушка, Блэкушка. Блэк. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...